Всем привет, дорогие друзья, с вами AlexBrowAnimation и в этом видеоуроке мы поговорим о системе частиц, а именно об объекта эмиттера. То есть для чего он нужен и зачем его использовать. В основном данный эмиттер используются в частности для эффекта, например, добавления дождя, снега, различных брызг, ну или, например, создания салютов. Но это уже отдельно. Так, давайте же рассмотрим, выберем симуляцию, система частиц, объекта эмиттера. Он выделяется в видеообласти квадрата. Так, зайдем в его настройки. Здесь вот устанавливается рождаемость частиц именно в рендере и в редакторе. Но лучше их ставить, чтобы они были одинаковые здесь, число совпадало и здесь. Видимость, ну это коэффициент их прозрачности. Начать эмиссию и закончить эмиссию. Это время начала вылета частиц из эмиттера и то время, когда они уже заканчиваются. Случайное значение это, ну как бы, частицы, чтобы вылетали именно не по порядку, а как-то в разнооборот. Так, ну, время жизни. Это именно сколько времени будет пролетать, например, данная частица, вылетая из эмиттера. Ну, тут написано, что 500 кадров. Если, например, мы поставим на 10, то на 10 кадрах данная частица, она пропадает. Ну, и обратно начинает вылетать. Ну, скорость это понятно. Вращение при вылете частиц. Ну, и остальное. То есть, есть эмиттер. Тут тип эмиттера, можно выбрать пирамиды или куб. То есть, пирамиды или конус. Также длину горизонтально-вертикальная. Это именно в каком направлении, под каким градусом будут лететь частицы. То есть, как они будут вылетать из него. Ну, тут дальше вот эти, как бы, остальные две вкладки частицы и эмиттера. Ну, и все, как бы. Так, давайте создадим объект куб. Уменьшим его, давайте. 3 на 3 на 3. Все. Мы создали вот такой кубик. Теперь, как добавить его к эмиттеру, просто переносим его под сам эмиттер. Ну, и попробуем запустить. Как видите, вот сами частицы, но при этом с нашим кубом ничего не происходит. Для этого нужно поставить галочку напротив «Показать объекты». Все. Наш куб считался. И если мы запустим заново процесс анимации, как видите, вот, наш куб вылетает. И все зависит от количества частиц. Рождаемость и рендеринг и редактор – это количество. То есть, если мы, например, поставим по 50 частиц, чтобы они вылетали, то их будет 50. Вот, как видите, количество этих кубиков увеличилось. И видите, где они пропадают? Как я уже сказал, я установил время жизни 10 кадров, и они исчезают на 10 кадрах. А если поставить время 100 кадров, то именно на этом только исчезает этот куб. Как видите, вот. Давайте-ка я добавлю цвет, чтобы было поярче видно. Красный, допустим. И сделаем накал. Накладываем его на объект куб. Проферендеринг. Ну вот, вот так он получается. Ну и так же можно добавить любые объекты, какие только можно. Теперь давайте поговорим об еще одной вещи. Как создание эффектов дыма и огня, например. Или, например, факела, когда вы создаете. Для этого нам понадобится шейдер. Обязательно вот шейдер Pura Cluster. И еще один шейдер Pura Cluster объемный трассировщик. Дальше. Мы переходим в объекты Земля. И создаем окружение. Данный объект с Pura Cluster объемный трассировщик. Ну вот так он выглядит, типа карандаша. Нужно его просто взять и перенести, ну как текстуру перенести на наше окружение. Именно с ним мы сможем увидеть частицы, которые будем использовать с Pura Cluster. Теперь находим настройки Pura Cluster. Вот глобальные установки. Тут можно выбрать вид эффекта, как пламя, вулкан, облако, пар. Вот болит дым. Ну, например, пламя. Да вот, соглашаемся. Вот. Он автоматически создает необходимый цвет. Здесь мы можем выбрать плотность. Вот коэффициент прозрачности. Ну и само освещение сколько. Тут на 100 только процентов. Объем. Ну, возраст. Это как бы тоже связано с освещением. Это исключение форма. Вот. Во вкладке форма мы можем изменить радиус нашей частицы. То есть, чем больше, вот такое замечание, чем больше частицы у вас будет вылетать, и чем больше у них размер, тем дольше рендеринг именно в данной области, откуда они вылетают. Ну, то есть, например, поставим... Ну ладно. Не буду жарничать на 30 сантиметрах. Ну, подсветка. То есть, просто тень. Это принятые тени. Отброшенные тени. Вот примерно. И шум. Вот можно использовать свет. Если поставить, то более ярко будет выделяться. Ну, здесь вот турбулентность тип фракталов. Можно также поставить пламя. Вот. Вот так. Тоже один из слив. Можно вот так оставить. Электронный. Ладно. Ставим турбулент. И также наш эффект переносим на объект эмиттер. Тоже как текстура. Тут не надо создавать дополнительных объектов, чтобы также подсовывать под объект эмиттер. Просто переносим его как текстуру. Ну, и оставляем вот так же. Показать объект. Все. Давайте-ка запустим. Да, конечно их не видно. Но их можно заметить лишь при рендере. Как видите, вот. Это уже как бы начинают они пропадать. А вот появление наших самих частиц. Давайте попробуем-ка это зарендерить. Допустим. Всего клипов ави. Вот так. Ну, вот такие у нас частицы. Вот они получаются. Ну, конечно, это смотрится не сильно красиво. Для этого можно уменьшить самый метр. Вот его длина по икс и по икс. Ну, давайте, допустим, до 30. И посмотрим, если уменьшить. Как видите, частицы стали более ближе друг к другу. То есть более гуще. И так и смотреться стало намного лучше. В ProCluster можно настроить настройки и сделать форму. Тип формы. Я, наверное, выберу цилиндры. Или даже губы. Это более подходящий. Вот. Так сейчас намного стало приятнее. Вот так же делаются эти факелы, которые мы создаем. Например, вот тут куб. Давайте 3. Так, это у нас Y. 3 на 50. Нет, даже на 12. 12 на 12. Ну, вот. Допустим, это наш факел. Так давайте ради приличия намножим на него текстуру какую угодно. Хотя бы такую. Давайте накладываем. Двигаем наш объект-эмиттер. Подгоняем его под наш факел. Так же давайте его уменьшим. Вот так. И опустим. Вот так. Передать посмотрим. Ну, как-то сбоку это получается. Но, в принципе, это как бой. Ну, вот так получается у нас основное. Вот так именно используется эмиттер. Ну, так же можно сделать его именно в установке, например, в форме вулкана. Так, рендер здесь неприятно. А, тут его не видно. Ну, например, пар. Еще раз допустим. Лучше, наверное, удалить вот так подальше. Вот сам пар. Это при изменении настроек болит. Он понимает, как ядро. Огненное ядро. И дым. Ну, так как я и говорил, чем больше размер частиц, и чем больше их вылетает, тем дольше рендер именно в данной области. Ух ты как. Ну, почему бы там получается. Ну, и так же можно сделать просто... Можно использовать без проклаустера. Если вы этого не хотите, то можно просто, например, создать какой-то дождь. Допустим. И сначала извлечем его отсюда. Добавим текстур. Допустим. Допустим, это у нас такая будет капля дождя. Допустим. Уставляем подпора клаустера. То есть объект-эмиттер, извиняюсь. Допустим. Размеры побольше. И теперь можно посмотреть их распространение. Горизонтальный и вертикальный. Если мы допустим... Ага. Они направляются вверх. Но, как видите, их радиус изменяется. То есть они идут прямой. Также еще можно поставить случайное значение. Ну, допустим, 15 случайных сетей будет вылетать. Чтобы передать какую-то иерархию. Видите, они вылетают не все одновременно. А вот так. Или так можно увеличить еще радиус. Так. Так. Все. Объектометр поднимем. Опустим его. Вот так. Увеличим скорость. Давайте до 320. Вот такой получается у нас дождик. Ну, также можно это сделать и со снегом. Для снега, конечно, лучше использовать порно-клаустер. Он там более подходит для этого. Ну, также, например, можно еще добавить симуляции. Вот в системе щитис, например. Объект турбулентность. Вот так. Он также необходим для имитра, чтобы увеличить разброс щитис этих. Вот интенсивность. Масштаб. Давайте форму выберем. Давайте бокс. Увеличим этот бокс. Так. Ну, сейчас запустим. Да, видите, как наши частицы еще стали более. Разлетаться сильнее. Ну, все. Подписывайтесь, ставьте лайки. Поехали. 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 Поехали.